Долго подвергаясь влиянию Камня Тьмы, любой потеряет себя, исказится, превратится в тёмное злое создание. Впрочем, Витёк никак не изменился, ведь он уже был подлой тварьём. Ага! Привет! Витёк здесь и это... Ревенчур. 80 концовок у меня уже сделаны из 100. И сейчас, в данный момент... Вы не думайте, что я сижу с вами болтаю. Нет, я просто делаю концовку. Есть тут одна такая концовка, чтобы которую сделать, нужно ничего не делать. То есть не то, что лечь поспать, как мы вначале с вами сделали, а нужно вообще тупо ничего не делать. Три минуты. Поэтому вот я сейчас сижу и ничего не делаю. И, кстати, да, называйте меня господин Витёк. Мне понравилось. Комментарии были адские. Я там много лайков поставил. Сердечек, правда, забыл поналепить. Ну ладно. Вы тоже лайки мне ставьте, пока делать нефига. Сейчас три минуты ещё ждать. Чё вы? Думали ещё с раз-раз и всё, и концовка? Нет. У вас есть время написать комментарий, лайк поставить. Специально для этого, как бы, взял эту концовку первой. А, собственно, вот и она. Похоже, кто-то отошёл от игры, не поставив её на паузу. Без должного ухода и приключений господин Витёк захерел и умер. Надеюсь, ты доволен своим маленьким перерывом. Кое-кто погиб из-за того, что тебе приспичило поболтать или сбегать в туалет. А тебе лайк поставить. Вот так вот. Любить надо, господин Овичка. Окей. Закрываем. Закрываем. О, нифигасик, какой я захеревший. Смотри. 10% героев, кстати, заглянили. Заглянули из пепла твоего стыда. Родился новый герой. И звали его Пепелмен. Пепелмен. Ладно, сейчас сделаем простую концовку. Много простых концовок. Например, сейчас концовка. Которую все наверняка знали, что можно сделать, но никак не ждали от меня, что я сделаю ее прямо сейчас. А сейчас я сделаю вот что. Я пойду к принцессе и заколю ее мечом. Прикиньте. Я иду к тебе, принцесса. Хорошо, что здесь портал появился. Боже мой, какое-то счастье, а? Такие шурпкаты глутые, а? Там подсказка. Блин. Так, мимика мы уже приручили, ничего не знаю. Он хороший оказался. Просто голодный. На помощь! Иду, иду. Я иду к тебе, моя принцесса. Иди сюда. Витек решил выяснить, откроет ли он новую концовку, если принцесса получит клинок в сердце. Как и следовало ожидать, принцесса просто умерла. Витек почувствовал, что он к этому имеет какое-то отношение. Но не был уверен. Такое. Потому что плохо понимал женщин. Я думал, это мимик. Ха-ха. Ха-ха. Нормально. Идеальная концовка получилась. Два месяца спустя. Выяснилось, что принцесса была самозванкой. Настоящая принцесса, до этого скрывавшаяся от всех, наконец-то смогла объявиться вновь и раскрыть свое истинное имя в меню настроек. Через пару минут ее похитил Повелитель Тьмы. Ха-ха. Во. Вообще-то, мне кажется, не собака. Мне кажется... У нее слишком длинная шея для собаки. Может, это лама? Тут, говорят, есть концовка поцеловать феи. Давай попробуем. Давай, иди сюда. Я тебя поцелую в засос. Есть. Так, и что теперь? Э, то же самое. Не-не-не, ребят. Нет такой концовки поцеловать всех фей. Кто сказал, это забаньте его. Да, я опять сотворил портал. Э, так, ладно. Злодей. Рассказал, что это надо сделать. Пойдем поцелуемся, знаете, кого? Есть вот один причиндал. Который достоин того, чтобы быть поцелован. Сейчас мы это с ним провернем. Хе-хе-хе-хе. И это не мимик. Кстати, поцелуйчик, кстати. Смотри, поцелуйчик мне не отнимает эту высоту прыжка. Сходи, сдай пять предметов в предметоприемник. Как пишут мне. Собака-баряка. Типа того, да. Так. 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 Он говорит, пытается что-то компенсировать. Хе-хе-хе. Я не знаю, видели вы или нет. Того небольшого времени, что принцесса и Витёк провели вместе, хватило героев. Он понял, что его больше влечет кое-кому другому. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. И повредитель Тиме ответил взаимностью. Мой тёмный властелин. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они жили счастливо в крепости Тимы и усыновили двух детей. Тимы и собаку Тимы. А, двух детей. А, двух детей Тимы и собаку Тимы. Гениально. Любовь Тимы. Три год спустя. Да, я разочаровался в его любви, да? Хе-хе-хе-хе. Многие пары, поживя немного вместе, распадаются. Это не было исключением. Витёк не нашёл счастья в любви. И в скорости вернулся в своё захолустье. Так, а теперь смотри, чё, теперь что? Теперь что? Берём меч. Сейчас пойдём отомстим ему за то, что нам не понравилась с ним любовь. Нет, камень Тимы я ещё не отдавал повелителю. Я вообще ещё камень Тимы не брал ни разу. Надо сейчас попробовать, кстати. Я забыл про него. Поцелуй Бертининка, офигеешь. Я мимико водкой поил. Я уже всё видел в этой жизни. Поэтому, знаешь, точно не офигею. Это олень? Да это лама, чё ты мне рассказываешь? Уши длинные. С дробовика мимика. Вот это вариант, кстати. Можно попробовать. Еее, победа! Так. Повелитель Тимы ожидал схватки. О которой будут воспевать в легендах. Такая собака в затылок. А вместо этого получил подлый удар в спину. Веки медленно опустились на его полные слёз глаза. Пока Витёк безумно хохотал на всю долину Тьмы. Дёшево и сердито. Витёк неделями не прекращал хвастаться о том, как повелитель Тьмы погиб от его руки. Улыбка исчезла с его лица, когда пошли слухи о том, что повелитель Тьмы был не один такой. И новый злодей унаследовал его мощь и намерение. У этого хотя бы было своё имя. Глубоко запрятанное в меню настроек. А ты издеваешься? А, вот смотри. Имя принцессы. Принцесса. Имя злодея. Повелитель Тьмы. А, прикольно. Слушай. Чё-то я с маленькой буквы-то. Витёк. Как принцессу назовём? Будет Алиса. Алиска даже. Так, а повелитель Тьмы как? Волан. Д. Сплеер. Я, надеюсь, правильно написал? Отлично. Только не надо спрашивать у тебя, какие у меня с ним тёрки, ребята. Это просто рофл. Сразу. Сразу предупреждаю. Так. Куда пойти, куда податься? Ну, поехали, наверное, за тёмным слитком этим, да? Тёмный слиток. Говорят, тёмный слиток отнести к повелителю. Так. Ты получил камень Тьмы. Окей, я получил камень Тьмы. Что дальше? Мост. А, тут нет провала. Тут нет провала, пока мост не стоит. А-а-а. А, там лифтик. Точно, я вспомнил. Там же лифтик. Обнять мимика возле своего дома? Какие у вас идеи интересные, а? О, здесь теперь пятно от тёмного властелина. Так, погоди. Точно к тёмному властелину? О, что это такое? Чё это такое жёлтенько валяется? Во! Принцессу, камень и что-то ещё нужно принести. Водку. По возвращению в город с силами камня Тьмы, полученными на алтаре, Витёк смог наконец-то достичь своих целей. Он заставил всех воплотиться за испытанные в прошлых приключениях унижения, уничтожая их по щелчку пальцев. Конечная война. Жестоко. Третий предмет это птица? Мин-да. Долго подвергаясь влиянию камня Тьмы, любой потеряет себя. Исказиться, превратиться в тёмное злое создание. Впрочем, Витёк никак не изменился, ведь он уже был подлой тварью. Вот это сильно. Ой, смотри, я маленький ми-ми-мини-тёмный властелин. Ой, блин, боже мой, какая рофла. Да, я мини-тамос. Называйте меня так, мне нравится. Итак, нам нужно нагрузиться. Два предмета. Сейчас мы нагрузимся. Так, давай лопату, наверное, возьмём ещё. Меч, бомбу. Да, нормально, сойдёт. Пойду за лопатой, сгоняю. Тааааак. Ти-ти-дин. Берём как можно больше предметов, ребят. Шесть штук. В принципе, больше-то я не могу взять. Меня раздавит. Меч. Теперь выходим за верёвкой и за бомбой. В принципе, кстати, с таким же составом вооружений нужно пойти на самое право. Но мы сейчас туда не дойдём. О, кстати, можно бомбу не брать, можно взять щит. Действительно. Зачем брать бомбу. О, тяжело, бегу. Опа. Всё, больше нельзя. Уже не прыгается. Так. И пойдём мы знаете куда. Наверное, вы уже догадываетесь, куда мы пойдём. В принципе, недалеко. Вот сюда. Шесть предметов. Шесть предметов. Витёк, тьмы. Наконец-то избавился от своих материальных благ. Без потребительских продуктов демону капитализма пришлось отправиться пожирать другие миры. Ответственное развитие. Всё сдал. Что это за зелёная фигня была? Таааак... Ходи к дракону с принцессой. Обязательно сходим. Без товаров, за которые можно было бы сражаться, конфликты на некоторое время прекратились, пока торгойц не вернул предмета во все сундуки в королевстве. Подготавливаясь к чёрной пятнице. Что же, Витёк тьмы успеет урвать по скидке. В атаку! У меня есть меч легенд. Сейчас съем на первую задницу. Давай курицу возьмём с собой. Кстати, во, кстати, кстати, курицу с собой. Точно, там же концовки ещё есть, которые я не сделал с курицей. Идём со мной, Кура. Ты мне поможешь победить зло? Дельфин, привет! Ты пойдёшь со мной, дельфин? Нет? Ладно, я так полечу. Мне нужно твоё ружьё и мотоцикл. Спасибо. Нормально, я пернатый. Ага, типа, ружьё получается как за два весит, да? А я могу лететь на курице далеко, кстати? Ну-ка, 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 курица, расправляй крылья. Не получилось. Так, и зачем я тут? Чёрт! Твою налево, а? Пык-пык-пык-пык-пык-пык. Тин-тин. А можно было сейчас бомбой пройти, да? Тик. Направо. Не сюда. Да, прыгать приходится долго и трудно. Ну, что поделать. Сюда, говорят, курицу надо ещё принести. Курица, курица. О, подсказка. Ура! Подсказка! А только я сейчас сделаю концовку, видать, которая подсказка мне подсказывает. Алиска у себя в камере. Хорош. Она нас ждёт. Так, стоп, а как я пройду наковальню? Я же прыгать не могу. Еле-еле прошёл. Ну, всё, блин. Ты мне за всё заплатишь. На. Ой. Да просто-таки. С великой силой приходит великая ответственность. Так что Витёк Тьмы сделал очевидное. Нашёл и убил создание, которое напугало его годами ранее. А ещё напоил его водкой. Сейчас всё равно сожрёт, наверное. Оно и правда умерло. Опять точки напряжения. Что ты делаешь, игра? Перестань. Совсем мёртвая. Прям как чувствовал. Такая себе месть. Дробовик больше не появится. Он больше и не нужен. Тем временем в параллельной реальности без дробовиков. Действительно не появится. Так, что мне надо? Сразу за принцессой. Это не сюда. А что нам надо? Да только свет в оконце. Берём принцессу и несём её. Вы даже не представляете, куда её нести надо. А мне бы сейчас ещё вспомнить, как туда попасть. Так, я лиску получил, кстати. Завидуйте мне. Так, ладно, пошли изобретать. Изобретаем мы путь. Так, компенсация идёт. Как нужно пробежать, кстати. Может быть здесь? Пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы. Да, можно и здесь. Куда тебя? Прямо в яму саданную. Надо же так. Отсюда высоко падать и пол весь москвистский. Да подожди, я пытаюсь вспомнить, куда мне тебя отнести. Надо. О, блин. Видимо, не сюда, да? Этот тоже рыбачит. Смотри. Он тоже рыбачит. Что за рафл? А почему он рыбачит? Этот приспешник вывал у всех пираньи. Что за прикол? Такого раньше не было. Так, куда мне идти-то? Кнопка. Сейчас, сейчас, сейчас. Погодите, я найду то место. А здесь еще случилось. А, это приспешник бомбу использовал. Я понял, его обмазала, смотри, размазала наверх. Нормал. Приколистая. Где-то тут какой-то проход должен быть крутой. О, о, я там, где надо. Теперь вот сюда. Ага, все, я понял, куда мне надо. Вот сюда. Во. 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 О, раньше этих сокровищ тут не было. Давайте-то посмотрим. Что? А так вот, куда делся тот мимик. Только не опять. Вот это я счет не ожидал сейчас. Мимики знали, что Витек испытывает сексуальное увлечение к большим сундукам. И воспользовались этим. Сожрав героя, мимик отложил яйца у него дома. Это повесть одного из порождений этого мимика. Боже мой. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая прелесть. Ха-ха-ха. Погнали, 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 пупчампы. За курицей пошли. Будем нести курицу в свет. Так, а курица уменьшает высоту прыжка или нет, ребят? Кто знает. Сейчас надо потестить. Да, уменьшает. Печально. А, тогда что делать? Проверка. Проверка пригодности автобуса для прыжков. И-хи. Та-та-та-тан. Далечу до замка или нет, интересно. И... Да, детка. Смотри, как круто. Ну все. Концовка, считай, сделана. Сейчас мы эту курицу жертвовать будем. Правда, падать буду долго и нудно. Ну ладно. Самый долгий лифт темы. Он поднимается быстрее, чем я опускаюсь. Там что-то по вороволам для лицплеера было. Без автобуса не до лед. Все. Курица тьмы. Оп-хоп-хоп. Нифига себе! Спасибо. Курица срезонировала с темной энергией, превратившись в монстра, откладывающего бомбы вместо яиц. Курица-рока. Курица-рока. Тот же день. О! Я ошпаренный, смотри, опять бегу. Витек улетел обратно домой на взрывной волне. Ау. Тут фантазия кончилась у разработчиков. Я просто улетел домой на взрывной волне. Давай что-нибудь, вон, дракончик возьмем. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, нам снова за принцессой, блин. Смотри, принцесса на драконе. Жуть. Нет, ну подсказки не видно, а. Видимо, я по тем же местам бегаю, подсказки где-то в других местах лежат. Итак, что мы сейчас сделаем, угадайте. Подсказку найдем. А только эта подсказка будет про то, что я сейчас буду делать, да? Так, стоп, я там еще одну подсказку видел. Как ее взять? Ааа, куда попасть? Какое-то чертовское место, куда попасть. Ой, ладно. может вот так по водопаду наверх 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 можно запрыгнуть попробуем да так можно было сделать дальше нет а ладно полетели тогда алиска врезалась в груду камней и почти моментально врезалась в чьи моментально умерла витек умудрился не разбиться о них и использовал ее тело в качестве лодки чтобы выбраться идеальное преступление вот так неожиданная концовка до сбросить принцессу в лужу и поплыть на ней спрятать труп было правильным решением спрятать труп было правильным решением спрятать труп было правильным решением кстати поставить лайк этому видео тоже будет правильным решением и написать комментарий к этому видео будет правильным решением и не забывать что меня можно называть господин ветер тоже будет правильным решением в описании посмотреть увидеть плейлист будет правильным решением увидеть там группа на контакте увидеть там список всех игр в который я играл телегу и много чего интересного все будет правильным решением ну а пока пока